Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел встречу с представителями национальных объединений и диаспор, которые объединяет Ненецкое региональное отделение Ассамблеи народов России. Во время встречи глава региона поделился своим мнением по поводу предстоящего общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны. Наталья Кислякова продолжит тему. По мнению губернатора округа, перемены, произошедшие в стране за последнюю четверть века, подтверждают востребованность внесения изменений в основной закон государства. Конституция должна соответствовать реалиям, в которых сегодня живет страна. С 1993 года, когда была написана та редакция Конституции, которая действует сегодня, жизнь серьезно поменялась, страна поменялась, люди поменялись, менталитет поменялся, уклад жизни поменялся, мировой порядок поменялся. И в этом смысле, мне кажется, было бы неправильным ограничивать себя возможностью основного документа нашей страны соответствовать реалиям сегодняшнего дня. По сути, те изменения, которые предлагается внести, они, несомненно, заложат для нас с вами основные принципы, по которым нам придется жить десятилетия. По мнению губернатора, в числе предложений по поправкам в Конституцию есть как минимум три основополагающих принципа, которые должны найти свое отражение в новой редакции главного документа России. В первую очередь, это закрепление в Конституции преимущества национального права над международным. Речь идет о применении этой нормы в случае нарушения национальных интересов российского государства. Кроме того, он обозначил важность несения поправок, которыми чиновникам запрещается иметь гражданство иностранных государств и счета в зарубежных банках. На мой взгляд, это, по-моему, решение уже давно назревшее, которое надо принимать, и оно совершенно верно. Если ты управляешь, занимаешь ведущие управленческие посты в стране, то в целом, конечно, имея недвижимость или счета в зарубежных странах, ты становишься крайне уязвим под влиянием, и на тебя можно повлиять через эти, в общем-то, всегда важные твоему сердцу вещи. Если вы все знаете, как мы относимся к своему дому или к своим деньгам, и если у тебя эти деньги распоряжены другого государства, то есть основания полагать, что это решение может немного влиять на другое государство. Еще одним неоспоримым аргументом в пользу внесения изменений в основной закон России глава Нинецкого округа считает блок поправок, которые носят социальный характер. По мнению Александра Цибульского, предлагая закрепить в Конституции обязанность государства индексировать пенсии и другие социальные выплаты, президент гарантирует, что социальные обязательства становятся высшей правовой нормой во взаимоотношениях между властью и гражданами России. Сегодня ведь мы законопрописаны, но в целом мы всегда корректируемся на то, есть возможность, нет, приоритизируем, а может быть нам направить эти деньги на что-то другое и не индексировать выплаты или не повышать зарплаты. В данном случае будет закреплен тезис Конституции, которые не позволят никому из нас даже думать о том, что приоритеты могут быть иными, кроме как выполнения социальных обязательств в первую очередь. Он также назвал важнейшим и в то же время смелым решение президента уравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом. Наша задача этот прожиточный минимум делать более и более достойным, но то, что сегодня, по сути, Конституции предлагается уравнять два этих понятия, это крайне важно. Вы же все прекрасно знаете, что сегодня минимальный размер оплаты труда зачастую не соответствует, ну, является значительно ниже, чем прожиточный минимум в некоторых регионах, и поэтому это такое финансово емкое, но очень-очень такое смелое и, на мой взгляд, сильно социально ориентированное решение, которое у нас с вами есть возможность поддержать. В целом, губернатор округа выразил мнение о том, что внесение поправок в Конституцию Российской Федерации путем общенародного голосования – это дополнительная возможность для жителей России выразить свое мнение относительно предлагаемых изменений и будущего страны. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север».